всем привет вот решил я вытащить стеклопакет из вот такой вот пластиковой рамы будем говорить вот видите стеклопакету здесь вот внутри там вот видно внутри уже покрылась все то есть некачественно сделанный стеклопакет внутри покрылась окислами всякими там вот это вот проставка алюминиевая или металлическая скорее всего алюминиевая потому что я смотрю как он ослаивается это не стали это алюминий вот и мне нужно вытащить вот эти вот штапики но долго я собирался то есть думал может все-таки подождать еще а что ждать уже уже всю за запотевает уже грязь туда проникает влага проникает я все никак не мог вытащить эти штапики ну здесь нижний штапик я уже поддел вот он вот он его тащу вот видите как раз вытащил и чтобы не перепутать естественно я его сейчас маркером помечу так вот смотрите как тут она установлена тут такие прокладочки пластиковые чтобы она не упала до самого низа до рамы помещаю я как и говорил помещают маркером это у меня нижнее стекло типа балконная дверь вот это напишу букву n это значит низ у меня вот а я хотел показать как все-таки поддеть этот штапик а подбиваем просто берем сначала тонкий нож тонкий нож вот тут никак него не подковырнуть если взять стамеску и тоже не подковырнет отвертка вот это жало отвертки сама толстая берем тонкий нож и вставляем жало этого ножа вот видите маленько отходит берем такой типа сапожного ножика и вставляем уже его вот так видите видите разошлась уже щелка побольше теперь уже более толстым жалом отвертку немножко немножко чуть-чуть немножко но это ерунда это от неопытности 4 или 5 я уже научусь так опять же по мастер и маркером мире это у нас левая сторона низ вот это у нас вниз это вверх так видите они по длине разные вытащил я из 4 2 следующую я думаю это у меня должна быть уже получше получше выходить вставляем ножик так сильно колотить тоже опасно потому что нужно выдавить стекло вот вставляю вставляю сапожный ножик эти немножко разбегая тут уже отвертка подойдет надо аккуратно чтобы это все дело не сорвалось вот так а тут уже можно и стамеской помочь более широкой вот так вот так вот так всего здесь мы можем теперь уже помочь своими руками это у нас вверх вверх то есть низ вверх лево ну естественно право делаем то же самое тут наверно можно уже сразу сапожным потому что он ничего не держит мы можем самое сложное всегда вытащить первый который я снизу вытаскивал почему случилось это со стеклоблоком он у нас сколько лет десять простоял это у нас так левый написал значит оправа хотя наоборот это был правый на ел на и ну ладно здесь вот здесь от нарисуем что вы вы захотел их и правый код завтра вперед лишь бы потом не перепутать все вот эти устройства вот смотрите десять лет простоял резиночки еще достаточно мягенькие надо сказать не забубили на хороший материал все таки так теперь наша задача вытолкнуть вот этот вот стекла пакет с улицы сюда чтобы он не разбился сейчас я попрошу своего помощника незаменимого обойдет вытолкнуть прошу так господа мне тут предупредили что для лицо не снимал ноги не снимал послезавтра иначе у меня похороны потому что они убьют пока там родственники съедутся вот она видите как стеклопакет вышел так это подставки да ну куда ты вставляешь она просто лежала вот видите вот эти вот подставочки это вот для того чтобы типа она не проваливала они поставки некачественные тут вот вроде бы резинки он грязи сколько на него видимо стеклопакет он здесь вот заливается герметиком видите резиновым и почему-то он стал пропускать воду вот с какой радости бы он стал пропускать он смотри как плотно вроде бы да решил я в гараже разобраться что же случилось у меня со стеклопакетом вот этот тут этот стеклопакет состоит из трех стекол вот один два три и двух пустот между ними так вот между внутренним и центральным стеклом появилась вот такая вот фигня видите это полезло откуда это взялось непонятно а вот наружное стекло оно более-менее чистое вот это через стекло явно тут трещин нету через стекло явно ничего не попало а попало через вот эту вот резиновую замазку и герметик вот его видно как руками мазали вот они видите подтеки вот эти вот это вот руками просто на заводе когда делали и в итоге я возьму сейчас в итоге вот этот уголок плохо промазали вот он уголок вот этот вот так вот позвонили мы сегодня на завод а прошло уже после установки ну наверно 10 лет не больше вот такая такая оказия уже года два то есть через семь лет примерно если тоненький слой был если я сейчас замажу этот тоненький слой то она я думаю в таком же состоянии останется но раз туда уже попала грязь это окислы окислы алюминия скорее всего всего того проста ваших который стоит между ними так вот эти окислы они там останутся навсегда мне что нужно сделать мне сейчас нужно наружный пакет отковырять снять и опять все промазать желательно чтобы это было в сухом помещении сейчас попробуем этим заняться вот она дырочка еще раз посмотрим конечно вот она не проклеенные отверстия да и вот таких стеклопакетов у меня набралось три штуки в доме процент брака серьезный в костюм убираю стеклопакет и в этом месте где я считаю было отверстие подковыриваю резинку прошло уже сколько лет десять десяток не меньше она отлипнет к рукам то есть в этом месте в этом месте почему-то она не засохла может быть потому что вода сюда попадал сейчас вот до разбираю обязательно и чуть что можно было посмотреть что же это такое стеклопакет раньше когда еще первые стеклопакеты пошли легенды такие ходили что особое стекло не бьющиеся там внутри какие-то какой-то вакуум создается ни фига подобно все обыкновенно стекло может она полирована всего-навсего ничего там такого сверхъестественного нету единственное что там я думаю сверхъестественное это вот это вот прокладка вот металлическая я думаю алюминиевая магнитом проверю еще и в ней адсорбер который адсорбирует себя влагу оставшуюся внутри стекла пакета вот такой вот вид открывается после того как я прохожу убираю этот герметик герметик примерно на глубину 45 10 меньше там больше ну то есть криво уложено вот это вот разделительная палочка ли штучка не знаю как ее назвать вот вот она уложена не очень хорошо так вот когда я все это выскребаю не открывается даже больше чем 5 миллиметров вот такая вот вот такая вот вещь между внутренним типа стеклопакетом между двумя стеклами которые посередине и внутри дома было я вот это вот резиновую замазку герметик убрал но стекло снять не могу потому что видите еще идет еще идет заклейка к прокладке которая находится между двумя этими стеклами и вот как ее оттуда вытащить нож не подлазить там свой очень тоненький текло держится смертельно знаю попробующие залить сюда растворитель 646 растворитель даже не знаю поможет не поможет задача попробовать растворить эту клеющую она на первый взгляд такая знаете не засохшая пока вот так видно будет потом вот растворителя и вот таким вот заточенным тоненько заточенным шильцем плоским ковыряю герметик который скрепляет дистанционную планку как я сейчас вычитал в интернете алюминиевая дистанционная планка который засыпан адсорбер видите с каждым проходом с каждым проходом на шире собирается герметик растворимый 646 растворителем и теперь если заметно ставлю сюда ножичек на этой ножичком планка сминается а вот так вот угол видно как угол уже угол стекла отходит от планки он видите то есть надо еще пройти я две стороны прошел еще за две пройти я думаю мое стекло от этого стекло вот которые вынимают должно отойти что мне нужно мне не нужно его сломать не нужно его ставить целым смысл всего этого разбора именно в том что все целое оставить чтобы не заказывать сейчас стеклопакет стоит 1100 рублей а я хочу обойтись то что у меня дома есть то есть растворитель герметик ну и дистанционную планку оставить вторую прохожу я только всего лишь третью сторону а уже он видите как вот она стекло уже отходит сейчас нам надо туда что-то подставлять это каких-то клинышков по всему периметру и она должна будет отходить нашел его тут полотна толщина их пол миллиметра сейчас попробую отодвигать и в подставлять у меня всего лишь два но если у меня получится то я еще нарежу пластинок в тоненьких ну вполне ведь получилось и даже можно при помощи этих получим проковырять если герметик одна сторона уже большая легко отходит вот видите как так теперь надо пройти по вертикали мел мы с одной стороны с другой стороны думаю снимать это не буду и так понятно все стекло отошло все получилось вот видите дистанционная рамка осталась целая все прекрасно отошло теперь надо разобрать все вернее отстроить хорошо и помыть вот видите как я предполагал внутри она начала ржаветь потому что влага стала попадать это у нас налет здесь в этой в этой части ну да вот он видите ту сторону то есть тот тут он двойной стеклопакет вторую часть я пока трогать не буду пока не помою эту но а и и и и разобрать то я разобрал вот помыл уже здесь все я не знаю на сколько раз а вот это видите полосы эти полосы от того что я пытался отскрести вот этот налет я так понял этот налет от того что вот эти вот алюминиевая вот она внизу стояла алюминиевая эта коробочка как разделительная планка или как они там красиво называют дистанционная планка в которой насыпается адсорбер видимо она алюминиевая этот алюминиевый испарялся и осаживался на стекло но мне жена говорит давай закажем заказать каждый дурак может я предложил матовую сделать вот и опять все заклеить сейчас вот попробую шлифмашины вот такой вот вот такой шлифмашиной сделать матовые ну вроде пока неплохо получается надо только теперь сделать ее однотонную в разных плоскостях смотрим что с наждачика происходит наждачика засоряется ладно продолжим да на 1 гаража выйти и на улице этим делом заняться так вот так вот шлифую с водичкой маленько просвечивается но все равно матовая здесь краю правда не получается взять не хочу отклеивать эту дистанционную планку короче говоря вот эту дистанционную планку которую насыпается ассорбер алюминиевая вот здесь было я ее оторвал потому что шлифмашины своей не мог подойти вплотную и решил оторвать ее и хорошо прошлифовать раз уж матовая так матовая делать так вот и шлифую слегка смазал ее смазал спалил водичкой для смазки чтобы равномерно шлифовалась вот уже раз подсушил осмотрел более-менее равномерно ну так еще примерно и стратил я уже полчаса на него на шлифовку но еще полчасика я думаю все будет матовая стеклопакет пришлось мне прерваться мы уезжали в командировку в другую страну казахстан вот и короче говоря его такую планку алюминиевую в которой ассорбер насыпается куда-то ее утерял и мало того и утерял у меня одна планка была ржавая но думал соберу из кусков и решил я тут проехаться по городу по помойкам ну не покупать же мне эту планку ехал ну думаю так мимо помоек еду на велике смотрю опа на лежит разбитый стеклопакет пакет видите уже значит я его подобрал разбить там до конца не смог на помойке потому что стекло было цельное ну чем его выбить руки вы все по перерезал пока разбирал там это металлического ничего не было короче говоря привез его домой это даже он был не на помойке а стоял в уголку возле торгового центра видимо в торговом центре высадили стеклопакет что-то я сразу не догадался поехать к торговому центру тут у нас есть городе на алтайске того торговый центр альфа ты не для рекламы просто говорю что есть никого не рекламирую как некоторые там говорят о рекламу с алиэкспресс поставил видео рекламу там какую-то делать да никакой рекламы не делаю просто снимаю то что вижу как говорится так ну и вот я его сейчас потихоньку потихоньку уже разобрал это остатки стекла сейчас я почищу ножом вот здесь вот разберу я думаю в нижней части эти вот отсорбирующие наполнители положу их естественно высыплю все положу в духовку высушу и потом засыплю ну вы увидите да вот кстати ведро которое сыпал остатки стекла от этого стеклопакета бетон мешал что-то не делаю этим ведром в ведро или 15 все что-то Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Из этой практически ничего не высыпалось А вот эти еще не открывал Боковых нету Видимо по технологии Насыпается только нижнюю и верхнюю Включил плитку на 80 Сейчас вот этот адсорбер высыплю В эту вот чашку Вот так вот Останавливаю ее здесь Вот так вот Пусть сохнет Вот наш адсорбер При помощи третих лиц Мы засыпаем его Вот в такую вот бумажную воронку И потом аккуратно 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 Вот так вот Нежно Моя жена Засыпает его В эту Планку алюминиевую И как правильно Все, осталось засыпать Последнюю Планку Главное не торопиться А то адсорбера может не хватить Вот где черное Вот эти места Надо хорошо протереть Спиртом О Так А спирт нам дала Твоя племянница Ой-ой-ой Ешеньки Спасибо ей Спасибо, Лена, тебе Да спиртягу Что бы сейчас сделали Вот здесь вот Приклеил я планку Дистанционную Блин, все забываю Это название Приклеил на обыкновенный гельметик Вот такой вот Санитар называется Видите, герметик Приклеил А теперь Жена у меня сейчас вытрет Внутреннюю часть Которую я матом Матово сделал Я ее переверну И сюда Опять пройду этим герметиком Вот здесь вот так пройду герметиком По кругу И приклею сверху Вот А потом буду замазывать Эти торцы Автомобильным герметиком Стекло подготовлено Здесь герметиком все замазано Теперь ставим на место Прошли почти сутки Ну, меньше, конечно Видите, как я Стеклопакет Выложил на стол Я уже показывал Стол Устелил вот такой тканью Это Это у меня грязь с кирпичей Вот она Я С трех сторон Значит Вот одна сторона Прижал струбцины Вторая сторона Прижал струбцины И третья сторона Прижал струбцины А на четвертую Как бы он не висит Я прижал Кирпичами А почему я прижимал Потому что Планки Вот эти вот планки Дистанционные Они Уже был И немножко Изогнуты И чтобы То есть перепад Например, вот этого угла С этим углом Мог быть один миллиметр И чтобы их поджать Чтобы Здесь было ровно Тридцать два миллиметра Мне пришлось Закрутить вот эти струбцины Сейчас я их снимаю Снимаю струбцины Отсвещение здесь Конечно не очень Сегодня еще Погода на улице Пасмурная Я делаю дома Сейчас струбцины сниму Так Вот они струбцины Сейчас я их сниму И Перейду в гараж И там уже буду Окончательно делать Снимаю кирпичи Это где-то килограмм Десять Придавлено было Все Вот он стеклопакет Здесь вот надо Теперь залить Стеклопакет готов Практически Осталось вот здесь Промазать герметиком Промазывать я буду Обыкновенным герметиком Нашим российским Правда он автомобильный Силиконовый Он не вонючий Ничего Ну вот я думаю Тебе ко мне Этого должно хватить Активирует Ничего Похлёв Ты Окру Так, вот видите, согнул я герметик И ввиду того, что тонкая Стенка тюбика Раньше такого не делали Он стал прорываться И вот здесь он сползает Видите, поэтому сбоку Мазать никак Подождем маленько, минут 15 Потом видно будет На одну сторону Сторона 1, 2, 3 60, уж не помню 65, по-моему, сантиметров Ушло примерно Пол тюбика То есть еще пол тюбика мне хватит На другую сторону И здесь, наверное, тюбик То есть На вот этот стеклин Шириной 65 Вернее, шириной 57 По-моему Врать не буду Короче, 50 с чем-то На 60 с чем-то Я думаю, уйдет примерно два Вот таких вот герметика Даже цену, не знаю Ну, рублей 100, наверное Почему я выбрал именно этот герметик? Ну, есть у меня герметик Чего его бегать покупать? Хотя, конечно, можно было купить Силиконовый, прозрачный Там какой угодно Здесь он, видите, текет Течет Течет герметик Надо его приподнять Герметик Прокладка Наш, российский Написано Силиконовый Я с ним Говорю Просто он у меня был И у меня есть какой-то опыт с ним Так вот Мочу палец Слюной И прохожу, как бы Пока он еще не высох Немножко подравниваю Эти места Подравниваю Чтобы он был более-менее По бокам Уже говорил Мазать нельзя Потому что он просто стекать будет Поэтому надо Полчасика подождать Пока он прихватится То, что он жидковатый Вот здесь вот видно Место было не промазано Который я до этого мазал Герметик Эту дистанционную планку Вот он затек Но, с одной стороны, плохо Что он вот так может подтекывать А с другой стороны Зато он загерметизировал Все четко А эти места Они штапиком закроются Закончил я ремонт Стеклопакета Вот эта вот черная полоса Это Герметик Как бы сказать Заводской А вот эта белая Вот Вот он С этой стороны идет С этой стороны идет И показываю я Обошел я Все четыре стороны Вот вторая сторона Вот третья сторона Вот Обошел я Вот таким Герметиком Обыкновенный герметик Казанского производства Наш российский Единственное В чем его недостаток Если вот этот Черный герметик Он Двухкомпонентный То есть Его Один раз Смешал Намазал И он Четко засыхает Там через Несколько минут Там двадцать Может Я не знаю Через сколько То вот этот герметик Он Реагирует с кислородом То есть С воздухом И Когда его намазываешь Предположим Толстый слой Ну вот здесь Слой у меня получился Миллиметров Пять Может быть Семь миллиметров Вот Этот слой Чем он плох Сверху Засыхает Герметик А внутри Еще жидкий И вот мне пришлось Например Мажу я Вот этот кусок Замазал Вот Отсюда До сюда Эти шестьдесят Семь сантиметров И он начинает Стекать Сюда Сюда И вот мне примерно Час приходилось Его подгонять А потом Чтобы он у меня Сох хотя бы полдня В теплом помещении Ну при плюс двадцати При плюс пятнадцати Вообще долго сохнет Потом вот так я переворачивал Вот так вот Мазал эту сторону И опять так же То есть В течение двух дней Я Мазал Вот эти Четыре стороны Ну все Эпопея закончилась Высох он у меня То есть Замазал Два дня Прошло Он у меня Высох И теперь Я его буду Устанавливать Вот этот вот Стеклопакет Отремонтированный Буду устанавливать В дверь На которой он стоял Сейчас я еще С этой стороны Маленько покажу Вот видите Как получилось Тут Виднеется черная Рамочка Которую я устанавливал Дистанционную планку А сверху белая Ну это Она вот так Закроется И вот Вот эту часть Примерно сантиметра Два Вообще видно Не будет То есть Покажу я сейчас Ну все Пойдем вставлять После ремонта Стеклоблока Начинаем его вставлять Вот В этот проем Здесь вот такие Вкладыши Или как правильно Их назвать О Видали Я даже не знал Что вкладыши Ну что-то надо было Все равно подставлять Чтоб Стеклопакет Как бы Не упал вовнутрь И не съехал Поэтому Вставляют вкладыши Здесь вот еще Какие-то подкладки Вот Ну сбоку Например Вот здесь сбоку Не держится Вот раз Держится Здесь внизу Держится Вот с этого боку Держится Ну как бы Можно удержать А вот наверху Вот он Как вот его удержать Ну я Вот он Как его удержать Я принял решение Смазать его Герметиком И заклеить Ну посмотрим Как он будет держаться Оп Что-то пока Что-то пока Не очень держится Я так понял Его даже не хватает Ну-ка еще раз Раз А нифига не держится Как вставлять Еще давайте Разок Сейчас я уже побольше Герметика Так Вставляем Ну вот Так уже держится Видите Уже держится Теперь надо Немножко подождать Чтобы подсохло Минут 15 И потом буду Наверное вставлять Хотя можно и сейчас Вставлять Какая разница Немножко подсохло Наверху И вот так вот Сюда вовнутрь Вовнутрь Показывай Вот с этой стороны Так Вот так И он мне все должен Войти Сюда Вот так вот Стеклопакет встал Теперь Его нужно зафиксировать Зафиксировать штапиком Вот например Левый 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 Так Лежит Не сильно стремится Попасть Вот так вот Ну расколоть И нам А Ну расколоть Его поможет Киножурнал Хочу все знать Да Это про нас Вот они еще Четыре штапика Так Вот этот коротенький Вот этот правый Вот он Вот сюда давай Так Так наверное Да-да-да-да-да Вот так Вот так Просто так еще и не вставишь По краям начинаю Так Один край встал Второй встал И Посрединке Все Уже Стеклопакет Никуда не выпадет Здесь вот щелка Сейчас закончим Эту щелку Так Теперь Тут у нас есть Вот Верх Или когда я вытаскивал Я пометил Низ Так Немножко Немножко Как-то вот так вот Наверное Так вот Оп Не идет Почему-то С края Боюсь стекло Разбить Ну Куда деваться Надо делать Все Теперь Осталось Последний Последний Залон Проводим Вот так вот РС РС Так Вошел Ну все Куриша Витальевна Мы с тобой Сэкономили Тысячу Ой Почти две тысячи Почти две тысячи рублей Вот за этот вот Стеклопакет Она хотела Она хотела Чтобы был Непрозрачный Он непрозрачный Но она еще Хотела Чтобы он Глухой Вообще был А тут Теперь Непрозрачный Свет Видали Что мы сотворили Молодцы Вот так вот Все Всем пока Вставляйте Ремонтируйте Стеклопакеты Не бойтесь Самое главное Да И не бойтесь У вас все получится Да Да Именно так Все и получится Всем пока